Чудо-кастрюли за 100 тысяч или как в Карелии обманывают доверчивых пенсионеров. Чей дракон самый быстрый, выясняли участники регаты Онега Банковский кубок. В стихах и в прозе на весь мир. О Карелии напишут писатели, которые приедут в нашу республику за вдохновением. Добрый вечер. О том, какими событиями отмечено начало новой недели, вам расскажут журналисты телеканала Ника+. В эфире новости в студии Алена Сянти. Визит президента России, ямочный ремонт и новые тренажеры на Варкауса. Эти и другие темы глава Петрозаводска обсудила на традиционной встрече с журналистами. Если с приездом Владимира Путина все пока для мэрии как в тумане, то некачественная работа дорожников видна как на ладони. Ирина Мирошник отвечать на вопросы о программе визита Владимира Путина не стала. Отправила любопытных на Ленина-19 в правительство. Однако отметила, что город готовится. Например, постарается убрать побольше несанкционированной рекламы и граффити. Но даже к приезду президента мыть дороги с шампунем не будут. Берегут экологию. Вся загвоздка в том, чтобы эти растворы не попали в акваторию Онежского озера, откуда у нас забор воды производится, питьевой. Вопросов о ямочном ремонте глава города решила не дожидаться. Сразу рассказала журналистам о своем огорчении. Компания «Автодорстрой» расстроила Мирошник своей некомпетентностью. Советский мост отремонтировали из рук вон плохо. Такую работу мэри оплачивать не будет и даже вкатит горе дорожникам штраф. Межстыковые соединения не заделаны, перепады такие значительные, что транспорт по-прежнему спотыкается на этих неровностях. Поэтому готовятся еще и штрафные санкции на 2,7 миллиона рублей. Бороться мэрия будет не только с недобросовестными подрядчиками, но и с плохим здоровьем горожан. Уличные тренажеры в скором времени появятся на набережной Варкауса. Но если вы соберетесь туда с собакой, не забудьте с собой поводок и намордник. До конца лета городские власти будут выходить в рейды и штрафовать владельцев собак, дающих излишнюю свободу своим питомцам. Мария Валетова, Александр Борисов, телеканал Ника+. Верховный суд Карелии рассмотрит дело Ирины Чербаковой, которая не поверила звонку тонущих на Сиамазере детей, сообщает агентство РИА Новости. Трагедия унесла в июне прошлого года жизни 14 подростков. Жалобы на приговор фельдшеру поступили в Верховный суд Карелии от родителей пострадавших детей. Суд приговорил в апреле Ирину Щербакову к трём годам колонии-поселения со срочкой приговора до 14-летей её дочери. Также были частично удовлетворены иски потерпевших о взыскании морального вреда. Родители пострадавших детей требуют для фельдшера Суаярской ЦРБ более жёсткого наказания. Первое заседание Верховного суда проходило в июне, но потерпевшая сторона не ознакомилась с копией приговора. Поэтому дело сняли с апелляционного рассмотрения. Очередное заседание суда пройдёт в понедельник, 31 июля. Чудо-кастрюли за 100 тысяч рублей. В Петрозаводске появилась кастрюльная мафия. Уже есть пострадавшие. Пожилых людей по телефону приглашают посетить кулинарное шоу, вход на которое строго по паспортам. А уходят оттуда пенсионеры не с рецептами вкусных блюд, а с долгами. Подробности в репортаже Юлии Кучеренко. Я удивилась, что так много подарков надарили. Одеяло, подушки, керамические ножи, эко-лайф. Всё это преподнесли Анне Михайловне в благодарность за то, что пришла на кулинарное шоу и купила набор кастрюль за 2000 рублей. За подарки попросили расписаться. Организаторы презентации сказали, мол, подпись нужна, чтобы отчитаться перед начальством. Оказалось, что Анна Михайловна подписала кредитный договор от Банка Восточный. В банке это подтвердили. Вот, вот какая сумма. 103 тысячи. Как ты доверяешь людям? Думаешь, что, ну, раз говорят подарки, да подарки всё-таки. Ну вот. Меня никогда в жизни никто не обманывал. О месте проведения презентации знали только те, кому прислали приглашения. А их присылали только пожилым людям. На самой встрече пенсионеров попросили отключить мобильные телефоны. А молодых родственников и не пускали. Спецоперация, а не кулинарное шоу. Приглашали всех родных, можно было брать с собой, кого хотите. Мы туда подошли и нам сказали, что вам нельзя. Туда только пенсионеров пропускают. И меня как бы оттуда исключили. Меня то не пропустили. Я молодая, я бы прочитала все бумаги, правильно? Тут у меня бабушка ещё и пошла без очков. Она ничего не прочитала. Подписывала якобы за подарки. Кастрюльная мафия уже проехалась по районам республики. Волонце в полицию обратились двое пострадавших. В Петрозаводске, по данным полиции, тоже два заявления. По словам внучки Анны Михайловны, обратились с заявлениями, в том числе в прокуратуру, 16 жертв кастрюльных мошенников. Юлия Кучеренко, Евгений Евдокимов, телеканал Ника+. Драконы улетели, но обещали вернуться. Им на смену пришли четвертонники и отправились за Кубком России. Позади у них уже две крейсерские гонки, а впереди ещё немало морских миль. Новости регаты. Три дня шесть экипажей из Москвы и Петербурга выясняли, чей дракон самый быстрый. И всё это в непростых погодных условиях. То в штиль, то в шторм. Финальная гонка прошла под проливным дождём. По словам участников регаты, дождь яхтсмену не помеха. Был бы ветер. А ветер был. Результатом трёх гонок победа в классе дракон досталась экипажу яхты «РУС-35» из Москвы. Ну а всё, борьба была хорошая, чудные гонки. Хочется приезжать сюда каждый раз. Пока драконов поднимали на берег и грузили в прицепы, на старт вышли крейсерские суда. В этом году гонки четверть тонников получили престижный статус Кубка России. В общей сложности участникам соревнований придётся пройти около 250 морских миль, то есть более 500 километров. По словам главного судьи, когда-то маршрут был ещё более протяжённым. Однако из-за требований МЧС пришлось умерить гоночные аппетиты во имя безопасности. Даже несмотря на то, что перевернуть и утопить четверть тонник практически невозможно. И вот эти яхты, они не переворачиваются. В основном у них поломки. Рвут паруса где-то, могут мачту сломать. Там есть снасти, там не отдал или наоборот перетянул, ломается. Ну может на бок положить, так сказать, есть такая позиция, термин брочинг. Когда под генакером, под спинакером их как бы приводят, руль уже не слушается. Там лодка закринена, руль как бы уже по воздуху. Ну кладёт, порыв проходит и вставит. Во время соревнований яхты не раз уходили в брочинг. Однако мачту так никто и не сломал. В первых двух гонках лидером стала яхта «Гурон» из Москвы. Впереди у четверть тонников ещё пять дней соревнований. Александр Лычагин, Евгений Евдокимов, телеканал «Ника плюс». Большое видится на расстоянии. Писатели из Москвы, Нижнего Новгорода, Перми, Петербурга и других регионов России и даже из Китая приедут к нам за вдохновением. Шесть дней они проведут в деревне Корза, а вдохновившись обещают рассказать о Карелии, стихах и прозе на всю страну и за её пределами. Петроглифы – фестиваль литературный, камерный. Попасть на него можно только по предварительной записи и преимущественно писателям. Фестиваль также кочующий, он проходит в республике в пятый раз. За это время литераторы побывали на Соловках, Кузовах, Панаярве и Внюхче. В прошлом фестивале, когда нас застиг этот чудесный семибальный шторм, где мы уже были близки к тому, чтобы вспоминать какие-то моменты из жизни, мне пришло в голову поговорить с Нептуном непосредственно. И мы с Андреем, и я один сыграл одну пьесу, и присоединились некоторые. В общем, Нептун нас услышал и отпустил. Так что искусство сработало. Уже завтра гости Карелии будут погружаться в мир деревни Корза. Шесть дней писатели будут жить в старинных карельских домах, познакомиться с культурой саамов, посетят соседние деревни и сейды. В глубинке покажут и джаз-спектакль для участников и местных жителей. Там же подведут итоги литературного конкурса. Не обойдется без презентации книг, фильмов и литературных мастер-классов. Писатели обратили внимание на Карелию, писатели обратили внимание на этот фестиваль. И у Володи, я знаю, уже стоит довольно большая очередь желающих приехать. Из московских писателей, из питерских писателей и так далее, которые хотят здесь побывать. Фестиваль несет вот такую очень важную функцию. Писатели разъезжаются в разные города и в разные страны и увозят с собой не только воспоминания, они увозят с собой материал, на котором потом, собственно говоря, и создаются тексты. Вернувшись из путешествия, писатели обещают оставить свои петроглифы о жизни Карельской глубинки на бумаге. В этом году за романтикой Севера отправится 40 человек из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, других регионов России и даже Китая. И лишь трое, творцы из Карелии. На вопрос, почему на фестивале так мало местных участников, организаторы парируют. Большое видится на расстоянии. Маргарита Михайлова, Евгений Вдокимов, телеканал НИКО+. В Петрозаводску не хватает цветов на улицах, так считают жители города. А вот в цветочных магазинах приличный букет собрать можно. О вкусах в выборе цветов и дачных посадках в передаче «Глаз народа» сразу после выпуска новостей. А я, Алион Сенти, с вами прощаюсь и желаю приятного вечера. Смотрите нас завтра в это же время и будьте в курсе событий. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова